Нам надо разобраться с вами, что такое остеохондроз. Остая это кость, кондрос это хрящ. Нарушение костно-хрящевого аппарата позвоночника называется остеохондроз. Вот диск, не диск, а это позвонок, тело позвонка. Вот тело второго позвонка. Вот между ними диск. В нем есть кульпозное ядро. Этот диск окружен со всех сторон фиброзным кольцом. Это в профиль. Вот здесь позвоночный канал. Вот здесь остистые отростки позвонков. Это то, что мы бугорочки, которым пригребляются мышцы. В чем суть остеохондроза? Ну, здесь такое же. Следующее. Вот здесь перец. Ну, ногу. Например, это шейный отдел. Не важно. Все отделы устроены одинаково. Ядро пульпозное – это как косточка вишенки. Сам диск – это как губка. Как губка. Фиброзное кольцо – это как изолента. Когда вы изолируете у краны, я не знаю, чтобы они не текли. Это соединительная ткань. Очень плотная, очень эластичная. И этот аппарат работает, конструкция, как шарнир. Человек нагнулся вперед – ядро ушло назад и встало. Сильно нагнулся – все ядра ушли и встали. И создали вот тут ядрошник. Нагнулся назад – оно ушло сюда и поддерживает. Нагнулся вперед – оно ушло туда, вбок сюда. Ну, то есть оно вот постоянно. У нас позвоночник, как на шарнирах, он весь. Но он только в одном случае будет, как на шарнирах. Если высота этого диска – у него есть определенная высота. Сантиметр, по сантиметру, в зависимости от роста, в зависимости от разных условий. Этот диск, как губка, состоит из коллагена. Коллаген – это белок хрящевой, который уложен определенным образом. В нем плавают клетки, как хрестики нолики. Вот мы рисуем. Вот приблизительно такая структура. И в нем заполняется все это водой. Если, например, вы губку положите между двумя кирпичами и надолго оставите, то произойдет сморщивание этой губки. И когда вы снимете кирпичи, губка будет вся сплющенная. И она должна в себя набрать либо воздух, чтобы расправиться, либо воду. Так вот здесь находится везде вода. И когда человек нагибается, сюда входит вода. Когда он сгибается, отсюда вода выходит. Диск – это вода. Перемешивание с коллагеном. Вот это понятно? Нарушение водности организма. Потеря 2-3-5-10% влаги самого диска полностью нарушает эластичность, подвижность, шарнирность позвоночника. Жидкость, которая обывает позвоночник весь, у нас 7 шейных позвонков, 12 грудных и 5 поясничных, еще крестец. Вся эта жидкость абсолютно прозрачная, плотная, чистая. В ней не должно быть ни грибов никаких, ни солей, ничего не должно быть. А должна быть идеальная смазка. Вот как шарико-подшипники. Есть смазка. Пока шарико-подшипники смазка, он крутится. Как только там нет смазки, он не встает крутиться. Тут внутри тоже смазанное это ядро кульпозное. И оно как по маслу ходит по этому диску. Представляете, оно как-то идет, оно этот диск подвигает, скользит по нему. То есть там абсолютно все смазано. Если, например, человек резко нагнулся вперед, все ядра встали в просвет. Вот здесь проходит спинной мозг. Вот в этом канале. Он не касается стенок. Он висит посередине. В пределанной голове. Он вообще не касается. Если он где-то коснется, я как бы более умрет. На уровне каждого позвонка есть отверстия, в которые выходят нервы. Ну, они заворачивают, они не туда, они в спину уходят, они сюда уходят, по-всякому. Это система кабелей. Если вы откроете распределительный щит, вы ахнете, там миллион проводов, и каждый идет в свое место. Один провод идет в пятый палец ноги. Второй провод идет в мочевой пузырь. Третий провод идет в молочную железу. И от каждого позвонка на каждом уровне отходят нервы, и от них отходят эти провода. И если палец чувствует что-то, значит нерв к нему подходит. И настолько тут все мягенько и смазанно, и уже не должно ничего не заедать, не защемлять. Человек должен наклоняться, он даже думать об этом не должен. Он все делает автоматически. Это полный автомат. Но только в одном случае. Если высота дисков достаточная, раз, пишите условия работы дисков. Условия работы дисков. Первое. Достаточная высота. Второе. Достаточная жидкость. Третье. Чистая жидкость. Во-первых, ее должно быть много. Сколько, сколько нужно. Во-вторых, она должна быть чистая. В ней должно быть никаких солей. Если в ней начинает выпадать кальций в осадок, кальций может выпадать при одной вещи, если повышенная будет концентрация. Если будет понижено, она не выпадет в осадок. Если вы чуть-чуть сахара послатили, воду, она не выпадет в осадок. А если много она слотили, лишний выпадет в осадок. Как только все карманы у воды будут заняты, Сахар начнет оседать на дно Почему при диабете ноги пропадают? Или сахар на дно оседает Итак Высота Количество жидкости Качество жидкости И там не должно быть никаких бактерий, гликов А паразиты там сами не живут Причем эта жидкость течет Не только около позвоночника Она течет по конечностям Есть такие эндовагинальные сухожильные влагалища Она в них течет И мышца, когда сокращается и расслабляется Когда она расслабляется, она натягивает сухожилие Вернее, сокращается, она натягивает сухожилие А сухожилие находится внутри В воде Если воде есть, мышца уже не сократится Потому что там или что-то заедает Возникнет какая-то проблема То есть контрактура это называет Если вы пригорносите все время сетку в руках То на руке будет контрактура То есть вы все время пережимаете эти сосуды По которым течет внутрисуставная жидкость И в конце концов где-нибудь они прилипнут друг к другу И возникнет вот эта контрактура сустава То есть нарушение сустава Если человек нагнулся Пульпозное ядро ушло в сторону позвоночного канала В сторону спинного мозга А он вдруг взял и резко выпрямился Если жидкости достаточно То это ядро соскользнет И встанет по центру в другую сторону Если жидкости недостаточно То оно там застрянет И прищемится Вот здесь вот Раз и прищемилось Это называется Люмбага Или прострел То есть встали Разогнулись Боль появилась Все Пульпозное ядро зажалось Если еще резко двинуться То оно растянет Вот это вот фиброзное кольцо И будет грыжа Которую называют Поясничная дисковая грыжа Или шейная Или грудная Важная Называют грыжа шморля Там по-разному Разные грыжи по-разному называют Шморля это фамилия шморля Есть такие фамилии Поэтому медицина Теперь вот все Шморля и все Человек шморля В шоке То есть шморля Это просто фамилия Поэтому не пугает Если это фиброзное кольцо Вдруг треснет Или лопнет То будет парализация Ядро стечет сюда Вместе с диском И перекроет спинно-мозговой канал И часть От позвоночника Может вообще Обесточиться То есть жидкость Уже не будет проходить По спинно-мозговому каналу Там тоже жидкость Она тоже ходит Омывает Сочится Перетекает Впитывается Всасывается Меняется При замене Скользит Как по соплям Сопли это белок И там точно такие же Спинно-мозговые сопли Вам было понятно Что это не просто вода Что это вода со слизью Как желе Но гель он сам по себе Не очень слизкий Кисель Он такой А это Вообще слизистая вещь Очень слизкая Скользкая Если ушло влево То это будет Смотря на каком уровне Защемит печень Печень откажет Защемит почки Почка откажет Защемит молочную железу Молочная железа пропадет Потому что перестанет Нервное сопровождение быть Все нервы Прежде чем они дойдут До каждого участка кожи И внутренних органов Выйдут из позвоночника Если их там уже обрубило Это центральный Сейчас если пульт выключить То нигде света не будет вообще Вот позвоночник Это пульт управления Все нервы Даже чтобы до глаз дойти Они выходят все равно тут Частично С позвоночника До каждого там До полового органа Выходит с позвоночника Вот это всюду Ни одна Ни одна клеточка Без позвоночника У нас не существует Поэтому болезни позвоночника Они нарушают все Работу печени Работу почек Работу Женских репродуктивных органов Работу Мужских репродуктивных органов То есть они нарушают Чувствительность Они нарушают Сосуды Они нарушают иннервацию сосудов Они нарушают пульсацию сосудов Они нарушают бени сердца Все нарушают Какой нерв зажало То и нарушится Если нерв зажало вообще Прекратится деятельность Если частично То частично Это понятно, да? Никто никак не может связать Позвоночник С молочной железой У меня болит Молочная железа Я говорю Ну не может Молочная железа Здесь ничего болеть Там нечему болеть Но туда проходит Нервы с позвоночника Если этот нерв Прищемить Около позвоночника Грудным сколиозом Или остеохондрозом То вся молочная железа Будет болеть И бок будет болеть И нога будет болеть И вены будут болеть Вены вообще болеть не могут Там нет болевых окончаний Черт, у меня болят вены Вены не болят Если даже вену перерезать ножницами Она не болит Потому что нет болевых окончаний Если в каждый участок вены Нам сигнализировал, что ему плохо Вот с ума сошла и боль Болят только те места Жизненно важные Мочиточник Желчный проток Шейка матки Зубы Вот зубы болят Чтоб человек как-то за ними следил То есть боль это очень хорошо Это просто волшебно Потому что если бы не было боли У человека бы все отвалилось Он идет раз ноги нету Говорит, господи, где нога? Но нога сначала не отвалится Она еще сначала болеть Но человек вместо того, чтобы разобраться в причине Пойдет и сделает блокаду Типа заткнись Понимаете, что вы делаете? Ничего нельзя обезболивать Живот заболел Мы сразу два раза обезболили Голова заболела Но голову можно Все равно не нужно Ничего нельзя обезболивать Там, где болит Там проблема Надо разобраться Там ли проблема, где болит? Или проблема выше где-то? Для этого надо чуть-чуть Хотя бы знать свой организм в строении В основном строение позвоночника Итак, вот до сюда понятно? Тут все очень просто То есть, несколько условий Высота диска Качество, количество жидкости, которое проходит И грибок Если тут живет грибок в этой жидкости Тот, который на ногтях живет Он съест все Он съест фибротные кольца Он съест диск Потому что ему питаться чем-то надо элементарно Он и будет питаться этой жидкостью Из этой жидкости он будет делать Пустую воду С каким-то порошком И с солями То есть, например, уреоплазма Попадает в эту жидкость Она там откладывает камни, песочки И у человека начинает все Скрипеть, хрустеть Не двигаться Заедать, западать Щелкать Не сгибаться Не разгибаться Три причины Мало воды Плохая вода И кто-то живет Никаких больше других нет причин Что-то у меня случилось с позвоночником Что могло случиться Либо соскочил Вот этот позвонок может относительно этого Тут связки Везде связки Связки это связать Два, третью, второй, четвертый Все из связок Человек резко нагнулся Связка растянулась И позвонок, например, вот сюда Соскочил Сразу что возникнет? Спазм Чтоб дальше не пошел И больно Для того, чтобы человек понял Идти дальше нельзя Потому что что-то где-то соскочило Ты неправильно копал Ты неправильно приседал Ты неправильно мёст тяжесть Неправильно колеса одевал Но вообще неправильно все делал Мы заслужим по два ночи Вот я неправильно делал Я мастерство по гимнастике Я всю жизнь кувыркалась через голову Ну какой навык я приобретала Что я когда буду через голову Ну научилась Здорово кувыркаешь через голову Где мне это пригодится? Ну а наши все дети кувыркаются через голову Компетент Да, буквально Что скажут Прокурорки не ударились Ну да Вот именно А через козла зачем прыгать? Как вы думаете? Вы когда не прыгали через козла? Прыгали Через коня Через коня Ну конь, козел одно и то же Козел короткий, конь длинный Вы понимаете? Не может ребенок без техники прыгать Ни с шестого, ни через козла, ни в длину Ничего этого нельзя делать без техники Потому что кроме разрушения подвоночника Он ничего не приобретет Мышцы связки слабые Кто-то весит там 80 килограмм Кто-то 40 Кто-то не доел Кто-то не допил Кто-то перепил У кого-то Это могут делать техничные люди Кувыркаться через голову и так далее Потому что все связки у нас уже к 15 годам Растянуты, расшатаны Все позвонки уже смещены Все, что можно выбить, уже выбито Кто-то каратэ занимается Кто-то прыгает Кто-то на одну ногу Кто-то с парашютом Кто-то с бревна рухнул Уже в 5 раз вниз головой Кого-то качелями 2 раза прихлопнуло То есть у нас постоянная жизнь Это постоянные травмы позвоночника Оступился, нагнулся Не так нес, не так сидел Не так лежал А мышцы слабые Потому что мышцы ничего не держат И поэтому человек все время Выдернул позвонок, поставил Выдернул, поставил Чистит картошку, а сам разговаривает по телефону Ни один шейный отдел не выдержит В результате получается дисбаланс Один сюда позвонок ушел Другой сюда Третий сюда Четвертый сюда Тут связка растянута Тут мышца напряжена И вот этот вот уникальный Плочный Такой Шарнирный механизм Он все время Нарушается Если бы мы его потом Восстанавливали Ну например Зарядка Например гимнастикой Полезной гимнастикой Потому что я не назову прыжки там Через Козла полезной гимнастикой Хорошо, если ты нормально приземлишься Еще ничем не стукнешься Когда душ прыгает Стукнешься Мало не покажется И мы нарушаем Геометрию позвоночника А геометрия простая Два шейных изгиб Поясничный изгиб Центр церкви проходит так Позвонки идут под наклоном Я немножко посильнее Слышь, чтобы вам было понятно Даже голова Центр церкви головы идет вперед Шейного отдела Сидим неправильно Лежим неправильно Работаем неправильно И дети наши неправильно работают Сидят не так Лежат не так Носят не так Тяжести не так Каблуки одели Вместо рюкзака Сумка в одной руке И возникает Выпрямление позвоночника Теперь уже голова дарит на шею Диски садятся Все Уже и грудной отдел дарит На себя Диски садятся все В разные стороны Расплющивает Вперед, назад Вов И поясничный отдел Он мощный, но он тоже садится Внизу еще и нога есть У нее еще стопа такая болотючая Она тоже садится Выпрямляется Становится плоскостопее Поперечная, продольная Всякая Косточки вырастают В результате Вот эти вот Ядра Просто касаются И дисков их уже нет Они расплющены Монорентгене Делаем Позвонок на позвонке Позвонок на позвонке Так это еще в одну сторону Если нарисовать боком Вперед Позвоночник Вот не боком А фасад Вот тут кости таза Вы их видели там Позвоночник Крестец А вот тут крепятся кости таза Такие две раковины Вот сюда ребеночек выходит А вот тут вот тазобедренные суставы Шеки от которых ломаются все время Прыгал Прыгал на одну ногу Через козла Козлу ничего Свою ногу выбил В результате Одна нога короче А раз нога короче Значит возникнет перекос Позвоночника И уже все диски Становятся наперекосяк Голова уже не перпендикулярная идет Она идет под наклоном Она стремится к перпендикулярую Сейчас у вас у половины голова Кого направо, у кого налево И все ровно есть Кто-то рукой оперся Кто-то ногу под себя положил Кто-то на себя То есть шарниры везде подставочки ищем А вот отсюда выходят Вены позвоночные Внутри По сонным артериям заходит снаружи кровь А выходит внутри позвоночных вен Если сбоку это нарисовать То это будет вот так И вся кровь отходит внутри Один позвонок ушел сюда И сосуд уже не отойдет Это уже кандидат в инсульт Ширный токандрор страшное дело Потому что тут расположена Вся парасимпатическая нервная система Это тонус сосудов Гипотония Это тонус сердца Это тонус всех внутренних органов Это внутричневная гипертензия Это кровотечение из носа Это головные боли Это шум в ушах Это слабость Это метеозависимость Это плохой сон Это кошмарное сновидение Это боли в глазах Это кровотечение в глазное дно Это отслойка сетчатки Это глаукома Вот это тонкие горло, шея Это тонкое горло нашего организма Которое должно работать идеально, как часы Это зрение Это слух Это все, что связано с мозговой деятельностью Это память Потому что если вода скопилась И не может уйти через вот эти вот вены Это все Мозг начинает тонуть в собственной воде Повышение внутричерепного давления Которое идет к инсультам Носовым кровотечениям Отслойка сетчатки Потери зрения Потери слуха То есть везде идет давление внутри головы Это головные боли Это слабость вялостского окружения Это апатия Это депрессия Это у остеохондроза 100 симптомов А причина вот кости таза Нижняя причина Искривление всего позвоночника Плюс еще грибов Плюс еще воды не допил Плюс еще мышцы слабые Гимнастикой не занимаюсь И поэтому никто никого не вылечит Невозможно вылечить человека Который неправильно сидит Неправильно идет Неправильно лежит Неправильно двигается Неправильно спит Неправильно ест Неправильно пьет Который все делает неправильно Как его можно вылечить? Вам поставят на место весь позвоночник Слава Богу, есть люди, которые этим владеют Но вы дальше неправильно выйдете от человека Все сделаете снова неправильно Оденьте неправильную обувь Будете неправильно сидеть в машине придете прийти на дачу будете неправильно носить тяжести будете не так поднимать ведро а вот так поднимать виду а то полезете в теплицу будете там буквально стоять неправильно 8 часов и вы и ваша мама и ваши бабушки просто неправильный образ жизни никто не оденет никакой утягивающий корсет была раньше солдатская портупея толстая для красоты думаете нет конечно конечно для пляшка то точно не для красоты бляшка была она не давала чеку сгибаться если солдат затягивал портупею то у него уже вот этот поясничный отдел между талией и бедрами он уже был обездвижен или попробуй борец без борцовского пояса позанимайся или штангист ну не дай бог не оденешь шанский пояс все позвоночник на вылет а мы то и штангисты и борцы так ладно тут солдат пушку они в десятером поднимали а у нас бабушка бочку воды 1 двигает солдаты там вообще ужас упали бабушка в 70 лет одна разгружает машину навоза а 10 килограмм в каждую руку а потом еще поливает вот в таком положении а потом еще приходит домой стирает а потом еще внук на закорках а потом она едет в электричке и привесить 50 килограмм несет 70 весь образ жизни он просто он просто неправильно поэтому дача это нездоровый образ жизни это самый нездоровый образ жизни который может быть мы вынуждены это все растить вы вынуждены это делать это все понятно но тут надо думать как скопать грязь так чтобы не повредить позвоночник как ее прополоть так чтобы не повредить спину как теплицы поработать чтобы не шибанул инсульт может быть вообще не думаем мы о технологии здоровья сохранения вообще не думаем это не только должно быть приятно должно быть еще и безопасно должно быть еще и полезно потому что можно копать нормально полезно можно полот полезно на колени и одеть там вставай рака как собачка и там одной ручкой второй вот это очень важные вещи и поймете ну какие пищевые добавки могут быть сейчас что неправильно делает вот явью комфорту так мне не помогает а зарядку грешни только еще не поможет а может только комплекс мощный комплекс который направлен на позвоночник вот голова сверху она должна быть идеально симметричная тут родничок который должен зарасти не в полгода а в год и не в три года а если неправильно родился ребята через отверстие вот отверстие такое точно должна была дата пройти а у мамы сколиоз на такая туда ушел это сюда и открысти ему такое через вот такой отверстие проходят вот такая голова круглая и когда она выходит из этого тыс она становится живут такая тут у меня одна дырочка в которой спиной лодка попадает шейные позвоночко на такая же дырочка уже ширины позвонок если голова переместилась сюда то она за собой спинной мозг увела это называется детский церебральный параллит когда вот отсюда точно не попал если я буду вот так вот ручку закрывать вот так я никогда не закрою она должна точно попасть еще не касаться нигде вот если мозг точно попал позвоночник то все нормально а если он не попал чуть-чуть все уже ненормально все будет уже жидкость никогда не пойдет вниз что-то на заклинило все это значит ребенка будет порез паралич таких детей сейчас просто сотни раньше их не было потому что коленок раньше только не было раньше на кубоках только не ходили раньше немножко по-другому все но жизнь была устроена если он сохраняет венгрии начали делать кесаря во всем потому что у всех сколиозы 60 процентов женщин девочек сколиозы но тоже получили проблему потому что ну как было первых матка порезана во вторых но если очень большая голова и очень маленькая отверстие и косойку смещенный так то конечно но если кесарево но если кесарь но все сейчас уже 80 процентов кесарево ребенок не страдает но единственно что ребенок должен пройти роды он должен адаптироваться роды длятся 6 8 часов все равно он должен адаптироваться так его вынули быстренько у него стресс будет сильнее если тут мозг перемещается сюда вот тут возникает слепота от слойка сетчатки потому что задние доли мозга мы смотрим тут расположен головокружение у меня кружится голова человек говорит голова включится по одной причине шея на которой она висит эта голова стоит неровно или с наклоном в голове кружится нечего в голове единственное нет кислорода либо присутствует токсин какой-нибудь поэтому есть кружится голова лечите шею если течет кровь из носа лечите шею если низкое давление восстанавливаете шею если потеряли зрение слух и не было травмы глаза восстанавливаете шею если болят руки руки болеть не могут если вы их не били значит провода защемило в шею и болят ноги значит провода защемило в позвоночнике если пропали сосуды значит нервы защемило в спине при всех патологиях надо восстанавливать спину первую очередь но слепой это может быть наследство может глаз не развеется то есть это парадный может быть если он уже родился слепой то либо череп сильно помят либо землянер атрофировать это уже другое это вообще классно не про глаз мы про зрение глаз это глаза зрение это зрение то есть кости черепа мягкие они двигаются они задают ритм жидкости вот тут желудочки которых вода которая пойдет потом вниз по позвоночнику это называется спинно-мозговая жидкость и она будет омывать 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 и у нас там литр сколько-то и нам это бывает если череп со своей дырочкой не попал в первый подзвонок не попал во второй не попал в третий поводитель какая-нибудь патология но первая дырочки не видно потому что у нас нет такого исследования сверху или снизу у нас рентген вообще ничего не видит он видит только позвонки все позвонки на месте раз два три четыре пять шесть семь а между ними вот так рентген видит а вот так не видит потому что на этой ткани лучше задерживается на этот проходит мимо как будто ее нет здесь здесь может вот так быть сдвинут но мы это не увидим рентген можно не делать может очень хороший виноват тут посмотреть что один продаж это второй так мрт видит мрт а позвонок может вообще вот так сидеть вот так один позвонок вот так 2 вот так 3 вот так 4 мы видим только форму и количество позвонка но это когда уже позвонок когда с детства когда он уже там клиновидный какой-то то есть что такое остеохондроз остеохондроз это когда имеется подвывихи растяжение нарушение кубиков вот этих позвоночных плюс растяжение связок плюс обезвоживание дисков плюс стирание хрящей но если честно и на одном колене все время при искривлении позвоночника тут два веща вот одно колено вот вторая вот тут вот хрящом выслано тут имеется там на колене чашечка там связочки всякие и капсула сустава тут может болеть ничего не может болеть но хрящ вот этот от тяжести 100 килограмм на одну ногу может быть сточен и он тогда уже не двигается вот так и так по-другому по-всякому а он уже заедает блокируется прилипает тут жидкость выпутевает это узлы засоряется сустав отекает и постепенно кости эти сгрызаются но это тоже остеохондроз но только не позвоночник а суставов артрит артроз артроз артрит а если там поселяются хламидии еще кто-то тот возникает уже полиартрит есть моноартрит один папа есть полиартрит все суставы тогда уже точно инфекция идет то есть что в этом случае делать и так причины первая причина психология понять как сидите как лежите как носите тяжести как перемещаетесь как копаете как носите детей как вообще работаете нормально или ненормально переменить делайте зарядку не делаете то есть понять вообще нужно позвоночник или не нужен если нужно все завтрашнего дня тяжести таскать без пояса не буду все муж делает дом первое что надо купить поезд чтобы он не повредил позвоночник вопросу как себе относитесь либо в защите либо доносит либо нет и да и ей должен принципиально присутствовать кальций кремний все фосфор плюс аминокислоты из которых строится позвоночник напитки надо исключить кислые напитки которые выманивают из организма щелочные минералы у нас 4 щелочных минерала кальций магний натрий калий есть еще железо но не участвует в щелачивании и молитвен в основном мы работаем четырьмя минералами если мы кушаем кислой кальций магний калий натрий уходит кальций уходит разрушаются связки то есть пьем воду много воды в достаточном количестве горячую регулярно чтобы диски всегда были с водой потому что кровь отдаст воду в последний момент 1 доходу позвоночник мышцы усталость будет если мышцы болят там могут быть две причины либо нет ущемлены либо закислены например вы не занимаетесь зарядкой вдруг решили там вскопать огород вскопали все заболело мышцы ягодицы руки бицепсы плечи все заболело о чем это говорит во первых неправильно копали все время на одну ногу во вторых молочная кислота выделилась кислоту можно только выпарить или ощелочить или растворить поэтому лучшее средство от боли от боли мышцы 2 стакана горячей воды вообще полтора литра с микро гидрином горячим и с ассимилятором ферменты это то что должно быть постоянно но она должна быть видеть нормальную еду и смотрим а выгоды исследует того кто живет в суставах и в позвоночнике их немного это хламидия ура плазма и свет такого к счастью больше до позвоночника может кандида еще быть грибок грибы счастью из бактерий больше никто не добирается вирусом позвоночники скучно они там живут там живут грибы и бактерии в смеси с грибами остеохондроз может быть хламидиозный уреоплазмозный кандидозный ну то есть поставил воспалительного характера может быть чисто обменного а может быть немножко с воспалением медикаменты посмотрели что принимаетесь и принимаете гормоны например то конечно позвоночник постепенно отреагируют наследственность посмотрели строение костей передается по наследству вот например строение черепа вот глазницы вот верхняя скуловая нижняя вот все углы если у папы не поместилось два зуба у ребенка тоже не поместится 2 зубы потому что objeto похож на папу если capita и глубокая или расположена вот так вместо вот так вот это тоже передается по наследству если одна граница глубокая а вторая неблагая то это тоже передать папа наследствие бабы на сторону ребенка будет над сторону это передается по генам, а мы говорим, что передается зрение, зрение не передается, передается строение челюстно-лисового скелета, потому что никакого другого строения, кроме папиного, ребенок не может получить. Поэтому зубы клевые, все это передается, и мама тоже, ну а как же? А как же? От обоих 50 на 50. Просто, чтобы вы знали, что передается, что не передается. Ведь сколиоз передается по наследству. Нет, сколиоз не передается. Позвоночник упадет, нормальный был когда-то, но сколиоз возник от заболевания. Поэтому сколиоз у каждого личный. А вот строение костей, толщина костей, высота, размеры, вот они передаются. А что можно делать, если вот, скажем, зрение плохое из-за костей черепа? Ничего, только вправить костей черепа. Ничего не поможет. Кости черепа вправляются. Ну, во-первых, надо зубы нормально. Если, например, тут три зуба поместилось, а тут шесть, то точно возникнет асимметрия. Точно уйдет глазница, точно получится астигматизм, близорукость или дальнозоркость. Поэтому, есть смысл, когда ребенок растет, посмотреть, какие у него будут зубы. Нет ли у него аденоидов в носу, которые нарушат вот это все. Не сосал ли он соску до пяти лет, а потом палит. Ну, потому что соска должна прекратиться в полгода приблизительно, максимум в год. Если у ребенка вот такие вот, зубы вот такие, и вот такие, с отверстием для соски. Но эта челюсть будет вот такая, соответственно, и зрение потом будет такое же. Ужас, да? То есть, одеть брекеты, растянуть, пока у ребенка все еще тянется. Мы по зубам ориентируемся асимметрию. Если зубы сюда все ушли, понятно, что они увели за собой все кости. И даже если у папы плохие зубы, ребенку можно с детства уже выставить нормальные зубы. Движение, основа позвоночника. Три восклицательных знака. Правильная зарядка. Что мы делаем? Как мы двигаемся? Я скажу упражнения, которые нельзя делать. Которые нельзя делать. А вы уже посмотрите, что вы делаете. Первое. Во время гимнастики не надо наклоняться вперед. Запомните вот два вот этих вот изгиба. Потому что разрушается изгиб. Вот он. Не надо наклоняться к ногам. Разрушается изгиб. Не надо стоять на голове. И не в позе березки никак. Это могут только йоги. Нарушается и шейный, и вообще все нарушается. Не надо наклоняться, сидя к ногам. Потому что неправильно наклоняемся. Если вы решили наклониться, то это должно быть вот так. Спина должна быть прогнута, а вы наклоняете. А вы наклоняете вот так. И поэтому все позвонки уходят назад. Вы растягиваете эту связку. Вот она, эта связка. Вы ее постоянно растягиваете. Она вообще разбалкивается, и потом перестает держать диски. Они уже ходят. Гибкость для позвоночника не очень важен для позвоночника. Для суставов растяжка – это хорошо. Но для позвоночника гибкость – это значит нарушение опоры. Позвоночник должен быть стабильный. Связки должны крепко держать позвоночник. Поэтому балерина – это не самые счастливые люди по позвоночнику, потом. И вообще не самые здоровые. Поэтому в 30 лет ты на пенсию отправляешь. Потому что до 40 они там не проскачут. Хотя если мышцы крепкие, хорошие, они будут держать позвоночник. Но мышцы-то потом все равно слабые. Либо зарядкой надо заниматься до конца жизни. Ну что они делают? Они вынуждены, потому что они не встанут. Большие спортсмены – это потом большие инвалиды. Потому что мышцы уходят, связки растянуты, связки не сокращаются потом уже. Потому что их надо сокращать элементарно. У японцев все в другую сторону. Нельзя кувыркаться через голову. Нельзя крутить головой туда-сюда, мотать. По-всякому. Это ничего нельзя делать. Нельзя садиться, сажать себе на ноги кого-нибудь, качать пресс. Потому что позвоночник разгибается. Все это либо делают технично очень, очень технично. С прогнутой спиной. Вот, наклоняйтесь, спину прогните и, пожалуйста, наклоняйтесь. Так можно, конечно, согнуться даже вообще. Так это не надо. Кому это надо? Позвоночник выскочил назад. Вот. Сидим неправильно, лежим неправильно. То есть гимназию делаем неправильно. Японцы лепут на живот. Вот, живот. И поднимут ноги, качают спину. Руки поднимут еще держат. И все, пейли качают спину. Мы все время качаем под выживут. Которые все органы растут до 25 лет, живут не знают, растут доставят. Поэтому позвоночник мы навредили. Мы навредили уже изначально. Вредные привычки на позвоночник. Трех раз догадайтесь, сколько их. Они все вредные. Тяжесть в одной руке. То есть я не говорю, что надо коромысло сделать. Но ведь было же коромысло. Было же нормальное коромысло, которое откинул плечи, повесил коромысло. Я вот уже дома бабушке подарить, надо коромысло, наверное. Ну а где его возьмешь, как коромысло это? А? Заказать. Индивидуальное коромысло, да? Вообще смеху мало. Смеху мало. Операции сейчас на грыжу идут просто в три потока, в три ряда. Уже в 15 лет у человека грыжи. Две в шейном, три в позвоночном, две в грудном. А это ведь, это кандидаты в инвалиды по позвоночнику. Вредная привычка ходить на каблуках. Вредная привычка спать на жироте. Вредная привычка спать на боку. Вредная привычка, очень вредная привычка стирать над ванной в наклонку. Ну, ванне стирают. Вот у моей бабушки три стиральных машин, а настирают на руках. Она что-нибудь пытает кнопки, там еще что-то. То есть это вы не стираете, а познаете, как стирают ваши родители. То есть речь не о вас даже идет. Ванной. Ванной, конечно. А какая разница, полынуть. Ну какая разница? Даже полоть вот так вот вредно. Полоть она на коленях, конкретно. Одел наколенники и пошел на коленочках. Позвоночник очень трудно вылечить. Его можно только сохранить. Экология на позвоночник. Не буду туда подвергивать. Экология на позвоночник не очень действует. Биоэнергетика не очень действует. То есть не будем притягивать. На позвоночник действует. Отсутствие движения. Отсутствие воды. Декальцинация и деминерализация. Но первое это мощная, психологическая, как это сказать, халатность. Мы думаем, а, ну я двину, да ничего страшного. Сколько раз мы мебель передвигаем? Много раз мы мебель передвигаем. То есть все без защиты. Не вопрос, передвигайте сколько нужно. Оденьте пояс. Оденьте затягивающий корсет. Который не даст вам согнуться. Он просто не даст, потому что он вам зафиксирует это все. А? Какой пояс? Любой. Начиная с резинового и кончая ортопедическим. У всех, кто работает тяжело на даче, должен обязательно быть поддерживающий корсет. Я вам сейчас покажу, как он может быть. Только это не думайте, что это пояс для похудения. А вообще в другую сторону. Кстати, хороший вопрос задали. Я даже, до меня даже не доходит, что вы некоторых вещей не понимаете. То есть как бы я их понимаю, мне кажется, это очевидно. Вот ребра. Ребра. Вот позвоночник. Самый опасный отдел, поясничный. А вот тазовые кости. Ну, а здесь вот там талия, условно говоря. Место, где должна быть талия. Тут вот молочные железы. Тут не путайте, это не молочные железы. Это ребра. Вот 12 ребер. Это нижний край ребер. Если вы вот сюда вот надели пояс, то вы уже не согнетесь вперед. Потому что если я боком нарисую, он вот это место между ребрами и тазом зафиксировал. Вы уже не согнетесь. А это значит первый, второй, третий, четвертый позвонок поясничный не сядет. Потому что ребра не приблизятся к бедрам, к тазовым костям. Но это возможно только в том случае, если пояс широкий. Вот он, широкий. Ну, хотя бы вот такого размера. Вот в артупеле я, по сути, делаю. Такие еще резиновые были? Резиновые. Именно резиновые. Не резиновые. Ну, кожаные нужны. Какие резины? Которые растягиваются. Растягиваются. Очень плотно. Очень плотно. Потеете так, что мало не покажется. Под резиной. Если работаете тяжело, либо корсет такой вот с ребрами жесткости. Но корсеты же уже, уже когда у вас рыжа, вам в корсет оденут вот это, вот это, вот это и вот это. Это уже когда грыжа. Но грыжа будет вот тут вот. Поэтому вот это в корсет не надо одевать. Это уже тяжело. Вот сюда оденьте. Лучше портупель ничего еще не придумать. Солдатки. Ну, женщине не факт, что там нужно ее носить, но мужчине что-нибудь какой-нибудь. Есть маленький парцовский поясочный, кожаный. Потому что когда человек наклоняется, у него ребра не должны сесть на тазовые кости. Потому что иначе там вот эти. Самая большая часть, на первом месте стоит грыжа первого подванка. На втором месте грыжа пятого. А тут вот третье, четвертое, пятое место. Вот, это поясничный отдел. Миллионы людей страдают грыжами поясничного отдела. Просто миллионы. Если вы взяли в одну руку ведро, весь килограмм, вы перекосились сюда. Диск уйдет сюда, заклинит эту ногу. Поэтому нельзя брать одно ведро. Возьмите два по пол ведра. Ну, только не берите два по ведру. Потому что два по ведру, это уже два ведра. Чего, где я могу поднимать одно ведро? Сделать два раза по пол ведра. Понятно, да? Ну, это бесполезно лечить позвоночек, если у вас нет защитного корсета. Это еще хладно-хладно спину, а еще нужно на шейлю сидеть. Если шейный отдел пострадал, уже пострадал. Легкий шейный воротильчок, в который вы будете убираться подбородком, и он сзади будет вытягивать. Потому что когда вы убираетесь подбородком, вот вы убираетесь подбородком в него, сзади идет растяжка. Подбородком вы убираетесь, сзади идет вытягивание. И чем глубже вы убираетесь подбородком, тем больше вы сзади вытягиваете. Нет другого способа поднять шею. Но есть, конечно, тренажеры, которые на резиновом шнуре с петлей. Одеваете петлю и просто качаете. Не прыгаете. Непостоянно. Когда у вас устала шея, вы бухгалтер. Сидели, работали. Перед компьютером. Глаза в кучу. Уже вообще ничего не соображаете. Домой пришли. Вторая серия. Одели воротничок. 20 минут походили в нем. Шея вытянулась. Водички попили горячий. Пол-литра. Микровидринчику выпили. Кораллового кальция выпили. Комфорт-сустав выпили. Сразу произойдет растракция позвоночника. Потому что стоит шея, подбородку куда-то упереться, начнется растяжка. Потому что вы целый день сидели вот так вот. Плюс вот так, плюс вот так, плюс как-то по-другому. А когда спишь, надо спать на шейном валике. Вот так вот выложите спать. И вот здесь вот должна быть. Вот такая вот подушечка. Нет, корсеты нельзя, нет. Ну, можем посидеть, конечно. Сейчас есть корсеты вообще с регулируемой высотой, но они очень дорогие. Но вещь, конечно, удивительная. Товарищи, цена шейного отдела – это жизнь. Вы поняли? Это жизнь. Если вот тут вот перекосило дырочку, вот с одной стороны, то кровь не отойдет, это будет инсульт. Вот тут скопилась кровь, а вот сюда не вышло. А что это будет? Инсульт. Шея сначала болит, потом шумит в ушах, открой уши, бананы достань, потом голова начинает болеть, потом зрение падает, а потом, как говорят, кондрат плюхнули. Все, круто. Инсульт по-народному кондрат плюхнули. Но инсульт только МРТ пока? Только МРТ. Ничего больше не показывает. Только МРТ. Если бюль торг на обращается, болит нога, болит нога, все с поясницы сделали, правили, крутили, выдергивали, вытягивали, иглоукалывали, болит нога. Сделала МРТ шейного отдела, в шейном отделе опухоли, а дальше идет и спинной мозг. Поэтому может теоретически заболеть нога, пожалуйста, не вопрос. Смотрите выше. Потому что вам 100% будут лечить позвоночник. Низу. Нога болит, значит, нога куда приделана? Сюда. Значит, тут будут смотреть. А здесь просто корешки идут и в ногу дальше. Ну, то есть, свои анатомические особенности. Никто не может угадать, на каком уровне выстрелила. Поэтому ходите к мануальчикам, поэтому ходите к ортопедам, ходите к остеопатам, ходите к массажистам. Никого не на МРТ. Вот вам там шаманят на глаз. У тебя вот тут грыжа, вот тут грыжа, никто не может сойти у кого грыжа. Грыжу никто не видит. Можно сказать, что у тебя позвонок вышел, но если там грыжа, вот позвоночник, вот остистые отростки сзади, вот они, а спинной канал вот здесь. А грыжа между, вот тут вот, вообще с этой стороны. Если позвонок вышел, то еще не хочу грыжа. Можно его туда затолкать вместе с грыжей. Есть очень хорошие люди, очень хорошие мануальчики. Но к мануальчику вы должны прийти уже обследованный. Вы уже должны прийти к мануальчику обследованный. Поэтому это ваши проблемы. Где вы будете делать МРТ? И сколько это стоит? Конечно, бесплатно вам никто ничего не сделает. Но цена этого вопроса вообще жизнь. Поясничного дела это цена ноги, движения. Шейного дела это цена инсульта. Что такое пить аспирин, анальгин? Вообще бесполезно, можете не пить. Снимите боль, просто прервете болевой импульс. Завтра снова голова заболит. Конечно, если надо работать, в этот момент выделение вопросов. Но если она все время болит, если она все время шумит, если она все время кружится, если она все время сосуды лопаются, из носа течет там, еще что-то. Смотрите уже шею. Давление низкое, перепады давления, то низкое, то высокое. То 100, то 200, то 100, то 200, то 100, то 200. Парасимпатическая нервная система. Все шея. Шея это узкое горло в нашей болезни. Тут щитовидка, тут трахея, тут голосовые связки, все тут находится. Но самое главное, вот эти вот две вены, вот эти вот две вены, которые находятся прямо внутри позвоночника. Вот точно 7 дырочек, вот они должны прямо вот так попасть точно и не касаться нигде. Вот один ушел, все, что тут будет. А когда вам скажут, что у вас снижена высота шейных дисков, что можно с этим сделать? Вытянуть. Ничего больше не сделаете. Если снижена высота диска, что можно сделать? Поднять голову, дать этим дискам возможность выпрямиться, либо начать подтягивать регулярно эту голову. Ну, что вам сделать, Мануалович? Ну, поставить на место их. Вы взяли трубку, снова свернули. Зарядка. Только зарядка. А? А повисеть вы ничего не сделаете. Вы повисли плечи, ключицы отработали, шея бесполезна. Кольца на шею это в Африке делают. Но это для красоты у них. Товарищи, вот один метр. Закачать мышцы шеи. Приподнять шею, растянуть. Вот вы можете делать такое упражнение. Вот сели, сели, расслабились. Сели, расслабились. И вытягиваете шею. Надо расслабиться, отключиться. Вот просто ее мелкими-мелкими движениями вытягиваете. До тех пор, что глаза покиднее. Как только открыли глаза, шея снова сядет. Проведите такой эксперимент. Закачать мышцы? Нет. Возьмите пояс резиновый. Наверное, у всех есть эти пояса. Выдохните. Оденьте этот пояс. И походите в нем полчаса. Потом резко его снимите и вы сразу станете на 20 мм меньше. Это значит, не держат мышцы. Это значит, не держат диски. Это значит, там все. По шее такое сложно сделать. Но по пояснице вы четко увидите, что позвоночник сразу ух врывается. Медленно убрать шейный воротничок. Но дело в том, что на шейный воротничок, он не на всю жизнь, он вам на 20 минут в день. Чтобы хотя бы была тенденция. 20 минут одели, пьете водичку. Вошло пол-литра. Супер. В этот момент здесь будет улучшаться красного жения. Потому что пить воду в сдавленные диски, оно не дойдет. Ну, смысл один, да? Поэтому желательно, чтобы немножечко повыше как-то это было. А, конечно, правильно спать, правильно сидеть, правильно сидеть, тяжести. То есть мы все время об этом говорим. Заодно и геморрой пройдет. Заодно еще что-то пройдет. Поэтому вы не специально лечите позвоночник. Не специально. Вы вообще лечите бронхиальную астму, а заодно пройдет устархозроз. Но только отличаться будет чем? То, что вы оденете шейный воротник на 15 минут. Это технология. Это не надо об этом думать. Сказано там купите и носите 20 минут денег. Все, у кого голова варит, кружится, в ушах шумит. Почему шумит в ушах? Почему шумит в ушах? Люди просто вообще этот вопрос задают регулярно. Почему шумит в ушах? Вот если река такая, то ничего не шумит. Кровь пошла, если река вот такая, кровь пошла в горах. Ну, если же по дорогам туда. А если тут еще атрофлировать, то вообще будет у одного колокол, у другого, у третьего. Я говорю, как шумит? Тут высоко, тут низко, тут шипит, а здесь свет, да? Я говорю, когда спите, все равно шумит. Иногда говорит, иногда говорит, отключаюсь, забывай, а так вообще в основном шумит. То есть кровь постоянно. Я говорю, найдите позу, в которой не будет шуметь. Не, 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 не всегда шумит. Наклоните голову. Человек-то наклоняет голову. О, перестала ты. Так и буду ходить. Ну, понятно, что если позвонки поставить, какое-то такое положение, чтобы растянуться, сразу перестает шуметь. Тогда человек верит, потому что он не верит. Я к тому же как улистам ходил, к этим ходил. Который эрингологом, ну шумите, все, он просто вообще звенит. Вот так что я поставил, не звенит он, не классно только. Ну, перелом это перелом. Во-первых, он должен срастить в таком состоянии, как он был. А где ты на аптеке? В любой аптеке. Просто надо выбрать себе. Шея короткая, надо выбрать маленький. Шея длинная, надо выбрать большой. То есть воротников полно. Море. А теперь продукты. Наши. Которые для позвоночника. Так, вода. Раз. Вода с гидроцелем. Два. Вода с микрогидрином. Три. Обратите внимание, что я сейчас сказала. Я сказала, не гидроцелем, а микрогидрин. Да? Я сказала, вода. Будете спрашивать, а сколько пить микрогидринов в день? Я скажу. Берите одну капсулу, востворяете в полтора литра и эти полтора литра выпиваете. Потому что просто микрогидрин не поможет. Поможет вода с микрогидрином. Когда их будет много. Обязательно нужны белки. Это спирулина и протерите. Или-или, да? Или-или, да. Или. Мы сейчас не все вместе, да? Мы коллекцию просто берем, чтобы из нее, потом внутри нее. Не надо сразу и это, и это, и это. Либо то, либо то. Дальше. Лецитин. Вот нервное волокно. А вот это вот его оболочка состоит из лецитина. Милин. Астилхолизм. Передача нервного импульса вот тут вот лецитин его передает электронную. Поэтому лецитин. А если миома, то соответственно лецитин лецитин, да? А если миома лецитин убираем, да? Да, это уже коррекция других систем. У вас есть показания, есть ограничения. Все плюс минут. Дальше. Кара муравленного дерева. На случай, если там грибы. Серебро. На случай, если там грибы. Сифри. На случай, если там кандиды конкретно. Не просто грибы, а кандиды. Установлен кандиды, значит, и нет, значит, нет кандиды. А установить так можно по крови? По крови, по калу, по моску, по смыву изо рта. А если мазок есть? Если мазок есть, да, кандиды. Да, конечно. Да, 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 да. Конечно, да. Дальше. Омега. Обязательно. Жир печени акулы. Это витамин А, витамин Е. И просто витамин Е. Потому что он очень важен. Периодически. Пару курсов в год. И пару курсов в год витамина В. Потому что метаболизм нервной ткани. А остеохондроз это нервная ткань. Идет витамин А, витамин А, витамин Е. Но главные, главные минералы и продукты. Главные, два главных. Это серо, МСМ. И комфорт, сустав. Комфорт, сустав это комплекс производных, из которых потом выстраивается крещевая структура. Уже как... Кальций везде. Да, сейчас. Значит, это как блоки, из которых строится гараж. Можно из серы самому синтезировать. А можно взять уже полуфабрикат. Вот так, полуфабрикат. Комфорт, сустав. И, безусловно, кальций и кремний. Кальций Мэджик, жевательный кальций и кремний. Вот это можно все применять. И нужно применять. Из этого нужно делать программы. Программы не имеют значения, что вы берете вперед, что вы берете потом. Потому что восстановление остеохондроза это длительная процедура. Она включает гимнастику. Она включает нормальную еду. Она включает режим водного обеспечения. Она включает противогрипповую программу. Весь наш путь. Психология, еда, вода. Антипаразитарка, очистка. Ферменты обязательно включают. Поэтому ассимилятор, он растворяет поврежденные вещи. Если кляж не работает, он его растворяет и вымывает. Спортсменам идеально после растяжения связок принимать ферменты сразу большими дозами. А курсами постоянно? Нет, не постоянно, курсами. Периодически. На шестой ступень, месяц ассимилятор с бактериями. Вот если вы, понимаете как, если вам не дать систему первая, психология, еда, вода, очистка, то вы начнете все принимать, в чем попало, как подряд и хаотично. Вы будете принимать одно три раза, другое ни разу. То есть и вот системы этой не будет. Вы начнете вперед кувыркаться или вперед подтягиваться. Не получится вперед подтягиваться. Сначала воды напейтесь, а потом уже начнете подтягиваться. Все должно последовательно быть. Но желательно, чтобы обосознанно. Очень радует то, что не надо специальных программ. Питаться надо и для сердца, и для почек одинаково. И для суставов одинаково. Кальций всем органам нужен. Деремний всем органам нужен. Лицитин нужен всем органам. Если уже опухоли какие-то образовались, вы уже больше чистите, чем кушаете. Потому что опухоли это уже мертвая ткань, да? А если еще ничего не образовалось, вы спокойно разрабатываете программу. Но, опять же, мы с вами изучаем не в режиме индивидуальных комплектаций. Мы вам изучаем в режиме универсальных алгоритмов. Это разные вещи. А вам для универсального алгоритма надо будет для себя, с учетом вашего пола, возраста, профессии, заболеваемости, наследственности, характера труда, разработать свою программу собственную.